а вот такой вот здесь вид красивый это моя родина ребята самара и вот на той стороне вот это зеленая вот эта штука полоска это не берег это как остров берег вот там где другая полоска довольно широкая волга я не помню как называется на нем куча турбаз все бухают водку сейчас но не все наверное носите большинство не знаю к сожалению наверное вот и приезжайте на мою малую родину летом здесь классно чуть дальше там и в завод сейчас может быть до него дойду покажу вам там я работал обработчиком технологических ямкостей в цехе розлива пива в бойлера и кеги вот я ползал в таких больших бочках фарфасах по 15 тысяч литров и мыл их изнутри вот это я вам скажу клаустрофобия бочки в которых настаивается вы ставится пиво ну это одно из наверное 20 рабочих мест которые были у меня в этом городе сейчас покажу попробую дойти до туда здорово еще раз значит это уже кусочек снятый в питере ты сейчас увидел мой родной город самару да я там рассказал про пивзавод здесь в конце этого видео будет еще одна вставка из самара где я тебе покажу как выглядит этот пивзавод сейчас здесь это один из старейших пивзаводов россии значит смотри хотел поговорить с тобой про реальность у меня в моей книжке мк-1 мужская книга номер один есть целая глава которая посвящена реальности и иллюзиям которые люди испытывают питают я бы сказал по поводу своей реальности значит смотри по поводу этого пивзавода да то есть там еще будет в конце рассказ ну то есть я работал когда-то давным-давно в очень большом количестве мест самаре то есть одно из них был пивзавод который ты сегодня увидишь и как бы почему я про это рассказываю потому что про это есть в книжке то есть и там были два чувака которые уже такие в возрасте взрослые то есть им ничего не надо было их реальность выглядела таким образом что они работали на бревском пиве вечером мы вместе с ними садились в одну в один автобус вахтовый который вез меня другой конец города они каждый вечер доставали бутылку водки из портфельчика эти рассказывают это не раз когда доставали бутылку водки по такой вафельные мороженки то есть они прям водку за зализывали закусали мороженкой и сидели на заднем ряду потихонечку хуярили эту водку как буду причем они я не знаю как они себя вели мне надо было выйти раньше чем они и добивали может быть в конце они каждый раз устраивая пьяный дебошина таблиц гоняли особо всегда да допустим поскольку они почетные работники пивзавода их не валяли у нас еще был чувак который был сын начальника замначальника чего-то там короче сын начальницы этого пивзавода в какой-то степени и он работал так же как я обработчиком технологических ямкостей но просто приходил на работу бухал и спал короче в кладовке его числился там я вот думаю что видишь мать начальница а сына сына это не спасло сына потеряли вот и я там вопрос об этих мужиках у них такая реальность у меня в подвале работал еще один тип который был довольно молодой у нас было холодно то есть я помню май 30 там 35 градусов жары студенты пиво вот это все там они пусят там гуляют жарище а я работал в резиновых сапогах в куртке и у нас было плюс два градуса на рабочем месте температура и было холодно сыра много воды и вот этого там его какого-то развитого кучи и этот тип довольно молодой к он просто кайфовал от своей работы от того же не от того что ему нравится вот там пив зовут от того что я больше не найду у меня там отличная зарплата у меня перспективы хотя не знаю какие перспективы к зарплаты для него была вот такая реальность очень хорошая сидел и понимал что это не мое надо оттуда сваливать в итоге я настолько видимо сильно захотел оттуда свалить и не находил повода что произошло следующее что я себе насыпал кислоту каустик сапог случайно когда все хотел шерстяных носках и в резиновых сапогах и когда я очистил там эти бочки ты себя в них залазил это бочка в которой хранится пиво и я себе насыпал туда кислоты у меня в общем из-за этого ногу прожгло и короче она у меня распухла и хотели ее отрезать потом сказали ладно живи не загипсовали ее и в итоге я уволился я сам себе притянул эту херню короче и суть не в этом значит смотри я хотел поговорить с тобой про реальность сейчас все по-другому хотя я и сейчас чем-то недоволен сука люди такие существа что вещи чем-то недовольны особенно рыжие мне кажется все дело в этом но сейчас реальность очень сильно поменялось так что такое реальность реально как бы реальность это то в чем ты живешь то есть то что что с тобой происходит скажем так то что происходит вокруг что касается реальности реальность она у всех разная это факт потому что ты можешь ехать в трамвае а рядом с тобой может ехать чувак на rolls-royce и вас какая-то разная реальность в плане денег хотя с другой стороны ты можешь быть абсолютно здоровым как бык а у этого мужика может быть какой-то рак это тоже разная реальность поэтому не спеши делать выводы что ты мудак а он класс вот реальность меняется сама по себе независимо от того хочешь ты этого или нет как правило но это там всякие не знаю курс доллара повысился или понизился поменялось правительство не знаю наступила осень не знаю хочешь ты или этого или нет она наступает дождь не дождь кризис не кризис как правило реальность меняется сама еще один важный момент что она меняется не в самую высшую сторону очень редко бывает такое что сама по себе без твоих усилий реальность берет такая и улучшается короче цука вокруг расцвели цветы голые тёлки стали бегать по улицам и кричать возьми меня я твоя не знаю bitcoin стал стоит 20 bitcoin стал стоит 20 вот по просьбам трудящихся вот и поэтому как бы мораль такая что надо понять четко что реальность будет меняться всегда и она всегда меняется не в ту сторону который тебе выгодно вот поэтому если тебя что-то не устраивает это нужно понять то нужно обязательно вместо того чтобы ждать да хотя некоторые люди уже и не ждут и это самое печальное я считаю что если такая стадия то это прям пипец и надо срочно брать за яйца если тебя что-то не устраивает ты и только ты можешь поменять эту реальность в лучшую сторону поэтому тебе нужно брать себя за яйца и что-то с этим делать очень подробно и раскрыто у меня написано об этом в моей книге мк-1 мужская книга номер один помимо пикапа как я уже говорил помимо упражнений конкретных практических техник ты можешь прочитать там еще и какие-то вещи которые такие конкретно прикладные по потому как поменять свою жизнь потому что у меня есть опыт да я в какой-то степени и поменял не ну есть всегда куда стремиться нет предела совершенству но моя реальность очень сильно изменился только благодаря вот этим рукам ну и вот этой голове вот еще был момент который также я писал в книжке я не так давно был на волге я ездил к своему другу коляну коляночки больших привет и мы наблюдали такую картину то есть мы едем затарились там какие-то продуктами вещь мешками поехали в сторону волки я вижу такую картину как с завода автоваз через дорогу несмотря на то что пешеходный переход дальше тут остановился через дорогу автобус в который возит их с работы этих людей вахта и эти люди просто через дорогу вот так вот бегут как лоси там щемятся с какими-то сумками неважно мужчины женщины бабки тетки все кто там работает на этом автовазе то есть как минимум это опасно потому что но мы здесь ездим на машинах то есть я еду на машине с коляном просто перед нами выбегает какая-то тетка лишь бы только успеть на вахтовый автобус здесь можно дольше долго рассуждать по поводу того что этих людей такими сделала жизнь и так далее они в этом не виноваты да они в этом не виноваты у всех разные исходные данные стартовые так получилось но всегда можно выбрать по-другому и начать что-то делать чтобы так не было и самое большое что меня поразило что молодые мужики они настолько вот боролись за место в автобусе в этой вахте что они выпихивали баб которые бежали перед ними упала женщина вот под возле автобуса запнулась вместо того чтобы поднять ее ну помочь и подняться как бы но это не на дороге было тоже ближе к тротуару мимо пробегающие чуваки лет 30 просто хуярит в этот автобус знаешь чтобы занять себе место до после рабочей смены кину свою сраную жопу и поехать там не знаю домой свою там какую-то квартиру и не знаю что там они делают по вечерам вот у них такая реальность и мы как раз с коляном разговорились что насколько она разная и мне было настолько приятно когда я ехал рядом с ним от того что я понимал что я сейчас слава богу в другой реальности то есть мне не надо было там как им на работу не не надо было на завод хотя я также работал на заводе только на другом где делают пиво и ну как бы я наблюдая за этим людьми мне кажется они какие-то вот они утеряли все человеческое то есть их реальность настолько их вот задрочила что они реально перестали быть людьми понимаешь они вот из-за этой бедности просто стали каким-то скотом которому нужно занять место в автобусе их очень жаль я считаю что и реально сделает людей такими она людей как-то затюкивает что ли и они сами выбрали ее потому что какой-то другой человек с другими моральными принципами там стремлениями целями он бы не выбрал такое хотя конечно говорится профессии каждые важны профессии каждый нужны и так ребят вот поэтому собственно мораль какая что если даже сейчас вы находитесь в реальности которой вас не устраивает вы должны просто как аксиому принять то что кроме вас никто это не поменяет только полное тотальное принятие того что сука это только я могу поменять все что со мной происходит даже не за день и за год за два и за три за сколько угодно только это приведет вас к другим результатам жизни как женщинами это самое простое считаю потому что заработать денег на мой взгляд намного сложнее больших денег чем научиться общаться с эффективно женщин поэтому ребят у вас есть все карты в руки пожалуйста берите кому интересно обязательно успейте заказать мою новую книгу mk1 мужская книга номер один по ссылке под этим видео в сентябре она к вам придет 1 сентября продажи закроются цена повышается каждый день и опять же для самых смелых двадцатерых мужчин 29 августа по 1 сентября у меня будет проходить юбилейный 12 поток тренинга практика я бы вместе с тобой будем менять твою реальность увидимся там пока а это завод знаменитый диман помаши ручкой вот это мой товарищ диман короче это же жигулевский биозавод фон вакана это монастырь вот на этом биозаводе я когда-то работал обработчиком технологических ямкостей в цехе розлива пива полира и кеги вот и очень потом я обжег ногу себе каустиком это такая кислота и уволился вот на этом месте где я сейчас стою прямо на этом месте у нас приезжал всегда вечером вахтовый автобус то есть я жил на димитрово в другом конце города и этот вахтовый автобус забирал нас на вахту вернее с работы и развозил уже по домам вот и я помню двух мужиков из этого автобуса которые постоянно каждый вечер после работы аккуратно цивильно цивилизованных портфельчики приносили вот автобус бутылку водки и брали себе по мороженке такой белый в вафельном стаканчике то есть они всю дорогу домой им далеко было ехать они бухали эту водку и закусывали мороженкой вот моей новой книжке мк-1 кстати тоже написано эта история ну там где-то я уже не помню в какой голове по моему про выбор да что ну как бы каждый человек выбирая про про иллюзии и реальность то что у каждого своя реальность кто-то живет в одной реальности кто-то в другой вот и собственно в этих чуваков была реальность такая то есть они работали пивзаводе считали что самое крутое место где можно работать бухали водку по вечерам у меня сейчас немножко все поменялось